Привет, друзья! Вы на канале Slovat United. Меня зовут Эмиль, и мы продолжаем карьеру на максималках. Заучилку физкультуры. Если вы сюда попали случайно, смотрите с самой первой серии. Ссылочка будет в правом верхнем углу, так что жмите туда и смотрите с самого начала. Ну, а те, кто смотрел уже предыдущие серии, то те знают, что мы вышли в групповой этап лиги конференций. Он теперь называется League Phase, то есть лиговая фаза. В этой лиговой фазе мы пока в середине таблицы. У нас одно очко, и наш следующий соперник Тираспольский Шериф, который проиграл Базелю со счетом 3-1. И, собственно, Базель у нас еще впереди. Базель там вообще впереди планеты всей. У них все хорошо, все круто. Но нам надо побеждать, ну, хотя бы сыграть ничью, чтобы достойно выглядеть. Вот это наша задача, выглядеть достойно. Что уж из этого получится, я не знаю. Но, как сообщает аналитика, это будет матч между двумя равными командами. Прошлую игру мы выиграли. Ну, это вы все видели на предыдущем стриме, футы в предыдущей серии. Так что здесь вы все знаете, все понимаете. И, наверное, нет смысла вам все это дело объяснять и рассказывать. Что касается Шерифа, то у них хорошая атмосфера в клубе. У них, в общем-то, у Атара лучший футболист, скоростной нападающий, который перейдет в Дижон, кстати. Ну, зарплата у него здесь небольшая была. Но брать его, опять же, из-за того, что он не европеец, в нашу лигу, бессмысленно. Не знаю, какой уж лимит в Молдове. Но, судя по количеству игроков из других стран и особенностей африканских, лимит там, если и есть, то не очень суровый. Ну, что может сказать про Шериф еще? Да, наверное, ничего. Команда, я думаю, что посильнее нашей. Все-таки где-то на уровне Легии. Потому что все-таки футболисты здесь серьезные. Довольно скоростные. Это уже о многом говорит. Ну, и вот эти вот африканцы, они все достаточно жесткие. Быстрые, техничные. И остановить их будет не так просто. Мы, конечно, попытаемся. У нас вроде бы все живы, все целы перед такой важной игрой. Поэтому мы немножко состав поратируем. У нас вот упорно. Лавринчика хочет запихнуть все в основу, в ассистент. Вот прям я там выбираю поставить основу. Хоп, сразу лавринчика пихает. Михалика всегда сажает на скамейку. Вот где логика? Казалось бы, уж кого-кого. А Михалика обязательно нужна в основу. Но нет. У ассистента другое мнение. И Гаспара. Прям не любит, не ставит. Аладоя ставит центр защиты. Ну, это такое себе. Пиреса поставим и Киркеса поставим. Аладоя нам нужен будет в поле. Аладоя нам нужен будет в поле. Я бы, в принципе, со спарой Аладоя и Байнович начал бы эту игру. А потом уже производил бы замены. Ну, в целом, по составу все вот так. Ничего не будем придумывать. Я, друзья, надеюсь, что вы будете поддерживать серии. Пальцами вверх. Подписками на канал. Ну, и оставляйте комментарии. Это тоже помогает продвижению видео. Итак, мы уже сидим в раздевалке. Давайте покажем, что нас хвалят не просто так. Это отличная возможность показать наш уровень. Ну, в принципе, такая расстановка. 4-2-4. Она позволяет универсальными быть и подстраиваться под соперника. Довольно неплохо. Ну, вот у них крепкий центр поля. То есть мы, скорее всего... Хотя, с другой стороны, с учетом того, что у нас футболист, один из крайних защитников уходит в центр, у нас там должна быть кое-какая компенсация в атакующей фазе. В оборонительной, конечно, сложно. Но вот такие передачи давать вдоль ворот тоже большой риск. Ну, Киркес отдает вперед, лейтенай там борьбу проигрывает. Это вот очень важно. Кто выигрывает борьбу, кто выигрывает вот эту борьбу за мяч, вот эти сражения, тот получает большое преимущество. Если ты проигрываешь эту борьбу, то вот, пожалуйста, Момо Ян Санэ положил просто как рукой в уголочек. Мог ли здесь вратарь помочь? Ну, наверное, мог. Мог, но не помог. Вроде бы все контролировали, вроде бы все было нормально, но вот почему-то ни Перес, ни Киркес не пошли бороться с Ян Санэ. Он остановился, никто рядом с ним не был. Ну, офсайда здесь тоже не было, Гаспар задержался, но удар идеальный вышел. Продолжают соперники атаковать, продолжают у них хорошо себя чувствовать, но здесь вряд ли это можно засчитать за какой-то реально опасный удар. Может быть, сейчас мы чем-то ответим, наконец-то. Уже Сулейман, ну куда же ты? Не увидел варианта впереди, зажали, зажали соперники. Надо как-то выходить из сложной ситуации. Вот сейчас небольшое пространство Сулейману Далеку. Пушевич, но ошибка, как у Пушевича. И здесь в центре проседаем. Нужно будет по ролям по-другому немножко распределить в перерыве, поменять тактику. Ну и иначе здесь разрыв просто идет не по-детски. Ну, мастера. Мастера играют против нас. Шериф, конечно, обладает футболистами более серьезными. Да, с Легией нам повезло, что мы их встретили в первом раунде. Реально. Потому что я думаю, что если бы это был третий-четвертый раунд, у нас бы не было шансов. Там Легия уже была бы в форме. И вот здесь, видите, Шериф в форме нам шансов не оставляет. То есть тут голы забиваются просто породистые. А мы стоим и ничего не можем предпринять. Ну вот, кое-какой момент. И Лук Шлитинай с угла штрафной, с угла воротарской, вернее, бьет мимо. Статистика в пользу соперника. Ну, не сказать, что прямо они какие-то мега-моменты создают, но они реализуют их просто великолепно. Просто великолепно реализуют. Не получите по второй желтой карточке. Тактически. Что мы меняем? Ну, нам, во-первых, нужно сейчас попробовать с двумя атакующими Воланты сыграть. И отступать-то уже некуда. Соответственно, мы их должны прессинговать максимально. Что касается игроков, то здесь... Ну, я бы не стал Сулеймана в центр переводить. Тут, в принципе, Гаспар в атаке эту работу делает. Замен пока делать не буду. Замены будем делать, если что, во втором тайме, походу. 54-я минута. Киркес делает заброс. Сулейман отбирает и забивает. Молодец, Витан. Вот прессинг. Прессинг сработал. Все сделал здорово. Все сделал правильно. Наш крайний полузащитник. Вот такой прессинг нам нужен. Вот так нам нужно играть агрессивно, отбирать, искать ошибки. Ну, здесь, конечно, подарок нам сделал крайний защитник соперника. Еще одна попыточка. Перес, Сулейман, Гаспар, Перес, Киркес. Байнович, заброс, перевод. Сулейман просто лучший в атаке. Но вот этот пас неудачный, но Лукаш Летинай еще одну ошибку подкараулил. Но мы там, конечно, прессингом соперника задавили. Купушевич сейчас сядет. У него плохая очень оценка. Играет, неважно. Либерала я бы, в принципе, тоже на Михалика заменил. Что он на желтой карточке. Нам это, что называется, зачем? У Ладои, в принципе, тоже может уйти. Вместо него Факунда Гарсия. То есть уберем желтокарточных. И покажите, почему мы фавориты. Я не знаю, почему мы фавориты. Я бы не сказал, что мы фавориты этого матча. Но переход на атакующую схему. Видите, как изменил игру. То есть у нас прям моменты пошли за моментами. Все идет как надо. Гарсия на Гаспар. Гаспар уже поддох. В принципе, выход Бориса Трнка напрашивается. Гарсия. Ну, соперник через центр прожимает хорошо. Но флангами мы прорываемся. Вот передачу сделать хорошую на фланг. И там уже дальше момент будет. Но пока фланг перекрывается. Нужен перевод на противоположный. И оттуда начинать, возможно. Что придумают ребята? Ну, медленно, но верно. В принципе, продвигаемся. Отлично. Мяч на фланге. Здесь уже может быть опасно. Сулейман чувствует кровь. Передача на Эмеку. И здесь в отбор вступить. Байнович умница. Кальдерара. Заброс. Вот то, что надо. Эмека летенай. Нет ли положения игры? Нет положения игры. 3-2. Вот так надо вытаскивать матчи, друзья. Так. Что касается наших футболистов. Байнович очень устал. Но дуришку я выпускать не буду. Я лучше... Так. Бориса Трынка выпущу. В принципе, он должен хорошую игру показать. Ну, вот как был забит гол. Байнович. Ключевой отбор. Здорово сделал. Кальдерара отдал передачу на Эмеку. Эмека вдоль ворот. Умный прострел. Вот все-таки то, что он играет роль прессингующего форварда, а не выдвинутого. Выдвинутый бы ударил в той ситуации. А прессингующий, видите, не стал бить с острого угла. Он так мягонько подрезал на Летеная. Летенай сделал гол. Кстати, вот Байнович, да, сделал ключевой отбор. Оценка 6-7. Просто. Пофигу вообще. Хотя человек огромный вклад внес в забитый мяч. Сулейман Летенай. А здесь уже накрыли удар. Но во втором тайме Тренчин вышел просто с другим настроем. Тренчин вышел разрывать. Получил от училки скипидарных люлей в перерыве. И мы видим, что совсем другая команда ментально вышла. Михалик. Еще один момент. Во втором тайме, ну, не так много шансов и у Шерифа было. Шериф, то есть, был прижат. И практически ничего не мог сделать на протяжении всего тайма. Ну, сейчас, может быть, Зевнем какую-нибудь контратаку. Но хотелось бы видеть гол. Летенай! Летенай! Хо-хо-хо! Хо-хо! Умел бы играть. У него бы скиллы были там все по двадцатке. Ну, серьезно. Ну, посмотрите на это. Просто вот так ударить в касание. Ёлки-палки! Какая красотень! Но это волевая победа Тренчина. Просто вот если вы не любили эту команду до этого матча. Вот вы этот матч посмотрели. И вот в Тренчин должны были просто втрескаться. Сумасшедшая игра, сумасшедшая победа. Важнейшая победа. Потому что Тренчин клуб зависимый от результата. Тренчин клуб зависимый от продажи игроков. У нас нет богатых спонсоров. И нам надо себя показывать. И мы себя показываем. Вот это вот реально, конечно, плюс. Получено достижение два разных тайма. Вот, пожалуйста. На двенадцатое место мы перемещаемся. Ну, то есть уже не где-то там на позорных местах. А играем на уровне явно. Базель, кстати, обыграл Кубс 2-0. Ну и Базель на втором месте. В таблице Базель. Это прям серьезно. Вот интересно, как Валенсия обыграла Шемрак. Она впереди. Астон Вилла тоже, я знаю, здесь выступает. Она 1-0 обыграла ТНС. Ну, подумаешь. Сборную гипермаркета техники обыграла, да? Если бы одна буковка была другой. Ну, 500 тысяч, чтобы вы понимали. Это прямо очень большие деньги для нашей команды. Вот 500 тысяч, это, блин, половина, наверное, годового бюджета. Ну, не половина. Ну, вот в этом сезоне мы миллион уже потратили. Это расходы наши. То есть, победив в одном матче Лиги Конференции, мы половину своих расходов просто закрываем. И это при том, что у нас есть ведь еще и доходы. За прошлый сезон мы заработали миллион триста. Ну, то есть, с учетом этой победы мы перекрыли просто уже все наши расходы. Понимаете? Выйти в Лигу Конференции, победить там в одном матче и все. На сезон мы себя обеспечили. Причем, что интересно, финансовый статус прописан как в норме. То есть, на балансе 4 300 денег много. 4 миллиона 300 тысяч. Очень много денег. У нас огромная прибыль, но финансовый статус не хороший, не в избытке. Хотя, по факту, денег много. Видать, владелец какой-то вороватый. Потому что я попросил увеличить зарплатный бюджет. А владелец мне сказал, у нас нет денег. Вот сейчас я еще раз попробую. Я не знаю, что сделают они. Что они мне сообщат. Киркес выглядит измотанным. Ну, если человек выглядит измотанным, то нам надо ему предоставить отдых. Ну, скажем так, трехдневный. Дневный, думаю, будет достаточно. У нас следующий матч через 6 дней. Он как раз отдохнет. Летинай находится в потрясающей форме. Три гола. Снова Летинай красавчик. Физкультуры вдохновляет Тренчин. Байнович утверждает, что та речь, которую физкультуры произнесла в перерыве, позволила команде найти в себе скрытые возможности и выйти победителем в спель захватывающей схватке. Вот такие дела. Следующий матч у нас кубковый. Это кубок... Словенский пахар, короче. Третий раунд. И давайте посмотрим. Вот болельщики считают, что Тернауа должна стать нашим следующим соперником. Я не хочу Тернауа. Я хочу слабого соперника. Так. Мы сейчас вот так вот сделаем. Отлично Тернауа нам уже не досталось. Так. Вот. Нам достанется либо Дунайская среда, но это тоже фигово на самом деле. Локомотива кошится, вряд ли там победит. Вот какая-нибудь Рака бы нам досталась. Это было бы хорошо. Ну ладно. Ну ладно. Мы... Мы свои задачи будем решать. Нам еще надо в этот третий раунд выйти. В соперниках у нас команда Лучинец. Лучинец, она вообще непонятно откуда. У них единственный, наверное, вот этот человек, у которого какая-то желтуха, судя по всему. Пуспоки. Пуспоки. Вот. Ну ладно. Попытаемся с ними что-то сделать. Команда вообще полупрофессиональная. Тренер у них, тем не менее... Подождите. А, это капитан. Тренера вообще нет. В воротах, кстати, PandaFX. Ну, то есть, какие-то эти любители. Какой-то словацкий Амкал. Ну, поглядим, на что этот Амкал способен. Кстати, ну, PandaFX, судя по всему, с рефлексами кунг-фу панды просто в воротах там. Я еще буду... Я еще буду бомбить, походу, как наши ребята этой панде забить не смогут. О, в этот раз руководство, председатель Чула Линк, не смог устоять перед шармом училки физкультуры. И прям в тренерской она его приперла к шведской стенке, что у него, знаете, там на спине остались следы от этих лесенок. И он говорит, ладно, ладно, команда доходится в отличной форме, будем очень рады, бла-бла-бла. Вот так, волшебная переговорная сила училки физкультуры. У нас впереди важный кубковый матч против команды Лучинец, но в Суперлиге нам дальше противостоит Тернава. То есть это серьезный соперник Тернава, один из, ну, претендентов на призовые места, претендентов на Еврокубке Железный. Поэтому здесь важно, необходимо, так скажем, подумать, как действовать. Здесь важный момент, это ротация. Нам сейчас главное не измотать наших игроков. То есть, например, Сулейман нам понадобится. Кого выпустить? Михалика на этот матч или либерала? Я, в принципе, остановился на либерале. Возможно, даже, возможно, даже, допустим, Тернка в основе, Дуришка в основе сыграет с Пересом вместе. Вместо Кальдерары можем и Себена выпустить. Потому что нам сейчас важно, нам сейчас важно именно наигрывать состав Димитра. Ну, вполне, вполне может там в подыгрыше выступить и, допустим, Эмека в основе. Вот так вот попытаемся. Тут по лимиту мы не проходим. Надо убрать одного из игроков. Ну, пусть это будет Купушевич. Купушевича уберем, Кмета поставим. Вот так. В принципе, с таким составом можно попытаться сыграть. И какие-то изменения, если надо будет, по ходу встречи мы их внесем. Кубковый матч. Время побеждать. Так. Мы набрали хорошую форму. Я верю, что нам по силам ее сохранить. Вы можете объяснить, почему Купушевич и Михалик сегодня не попали в состав? Потому что есть такое слово «ротация» глупой бездарности. Купушевич не включена в стартовый состав. Господи, боже мой. Это ротация. Ты один и тот же вопрос задаешь. Чем они вызваны? Господи, вот это просто Даниэль Трабальник. Он прям, это, так и проще, чтобы мы Трабальник начистили. Серьезно. Он задал три вопроса. Извиняюсь за удар по микрофону. Три вопроса про ротацию. Просто нормальный? Нет вообще человек? Одно и то же спросил тремя разными вопросами. Ему нужен тренер там типа Юранова, Евсеева. Пусть их попробует проинтервьюировать. Там у него микрофон в заднице окажется через пять, четыре, три. Ладно, матч начался. И тут же штрафной. Байнович подает. Мека до мяча не добирается. Но здесь Дуришка должен быть первым. Дуришка первый. Дуришка все контролирует. Тронка. СБН. Дуришка. Вот так разыгрываем. Ладоя заброс делает. Либерал. Что придумает? Придумал пас. СБН. Ух. Какой неточный удар. Атаки тренчина не прекращаются. Байнович сделал заброс на Эмеку. Эмека находит Гази. Подача. Либерал. Не забивает. Не везет Либералу. У него один гол, один голевой пас за все время, что он в команде. При этом самая высокая зарплата в клубе. В общем, не отрабатывает пока Либерал вложенные в него средства. Не сказать, что играет он паршиво при этом. Но и не забивает. Так как хотелось бы, когда за футболиста много платишь, хочешь, чтобы он был реальным лидером команды. Но процесс адаптации затягивается. Это нормально. И далеко не все могут сразу показывать супер какой-то результат. И вот Либерал, кстати, забил свой второй мяч с передачи Адама Гази. Либерал вот ответил на критику. Забил слабой команде в кубковом матче. Теперь будет королем ходить. Моя зарплата никого не должна волновать. Я ее отрабатываю. Вот подача пошла. И здесь Либерал выше всех. Ладоя. Контратака нашей команды. Димитра! Гол! Лукаш Димитра. С передачи отдавали Ладоя. Удваивает счет. Ну, тут все было четко, красиво. Прям контратака как по учебнику. По росту как по учебнику. Все четко, все здорово. Все прекрасно. Соперник с мячом. Это редкое явление для этого матча. Но расслабляться не нужно. Ван Труба мяч забрал. Перес. Какие варианты? Варианты есть на правом фланге. Здесь Гази. Гази не стал газовать. Сыгрался Ладоя. Перес. Трынка. Гази. Нужен пас. Продуманный, красивый пас вперед. Будет ли он? Пока нет. Либерал на Себена. Себен разогнался. Нашел Эмеку. Ну и здесь пасик нужен умный. Эмека забежал в угол. Забился сам себя в угол. И не знал как оттуда выбраться. Еще одна атака. Волнообразная Гази Димитра. Ну Димитра вот в таких вот неважных матчах. Но забивает. Показывает себя. И почему бы и нет? Почему бы не пробиться в основной состав через вот такие матчи, где ты себя показываешь? Димитры статы при этом довольно ужасные. Но тем не менее, вот против таких команд он прям король. Аладой делает заброс вперед. Эмека мяч принимает. Что на этот раз он придумает? Придумал удар. Удар не самый хороший. Лучинец добрался таки до наших ворот. Все-таки команда готова обозначить, что она не случайно вышла во второй раунд. Что она тоже что-то может. И вот перепасовочка в нашей штрафной. Вот вам и аутсайдер. Пожалуйста, Вана Циласани забивает мяч у нашего ворота. 1-3. Ну, то бишь, не такой уж это никчемный соперник. Расслабляться точно нельзя, хоть и ведешь 3-0. Шериф тоже он расслабился. И что было в итоге? ТРНК, да, невысокий. Вот отсутствие роста, отсутствие прыжка, оно пагубно сказывается вот в таких моментах. Такач, ну как почувствовали кровь-то наши соперники. Пора их остудить. Либерал убегает в контратаку. Ну, что-то здесь как-то совсем либерал застыл. И Перес, Перес добирается до мяча. Все спокойно. Гази. Гази пошел в атаку. Гази сыграл на Димитру. Димитра сегодня просто лучший в нашем составе. Передача голевая теперь у него еще есть. И 4-1. Эмека на этот раз отметился голом. Все было сделано быстро. Ну, хорошо, что удалось соперника угомонить. Потому что если бы там где 1-3, там и 2-3. А при 2-3 там любой стандарт угловой какой-нибудь корявый может принести сопернику гол. Это надо понимать. Ну и здесь Димитра здорово выполнил подачу. Эмека в дальний угол замкнул. Перерыв. Ну, в принципе, сказать, что игра сделана, конечно, наверное, рано говорить. Об этом. Но кое-какие замены произвести следует. Оладое, например, ну, уже весь такой уставший, поддохший. Нужен ли он на поле, не нужен, не знаю. В принципе, мы можем как сделать? Либерала выставить в центр. Вместо Оладое мы можем поставить Копоша. Как раз-таки молодого футболиста. Когда, если не сейчас доверять молодым? Так, ну, что касается Либерала, его можно, в принципе, на фланг поставить. Здесь Байновича Тронка перевести в центр. Ну, тут у нас вариативный состав, он позволяет так делать. То есть, позволяет давать отдых основным игрокам. Ну, в целом, так, наверное, пока и сделаем. Еще один вариант, это Гази выпустить на позицию форварда. Но это мы сделаем по ходу второго тайма. Все, поехали. У соперника на правый фланг вышел Михал Пиписька. Кикиски у нас уже нет, а Пиписка у соперников имеется. Вот, Пиписка, кстати, сыграл на Пуспоке. Пуспоке, Пиписка, они по такому принципу набирают игроков на фланг. Пиписка, кстати, точный пас отдал. Это, видимо, козырь такой в рукаве. Или, как вам сказать, Пиписка в ширинке у наших соперников. Которую они в любой момент готовы были достать. И достали, и, надо сказать, атаку провели. Так, ну, а мы сейчас немножко по заменам еще пробежимся. Вместо Байновича выпустим Гарсию. Так, нам надо Кмету дать сыграть. Эмеку меняем. Выпускаем Кмета сюда, на его позицию. Ну, в целом, остальные это игроки по большей части запасные. Потому что нам надо... Нам надо давать разгуляться всем. Чтобы потом у нас не было никаких вопросов непосредственно в матче с Тарнавой. Покажите себя во всей красе. Ну, все. 4-1. Уверенная победа. Ну, как и ожидалось. Это хорошая работа. Ребята работу сделали. Тем временем, Факунда Гарсия получил приз. Словак Плеер оф Зе Монт. Ну, вот такой Словак обыграл южноафриканца. Наш аргентинец. Молодец. Словак Плеер оф Зе Монт. Это круто. Вот так вот. Итак, готовы мы сыграть против Спартака Тарнавы. Ну, что нам нужно? Нам нужно сыграть свой футбол. Получить удовольствие от игры. Ребята, давайте. Как вы планируете преодолеть лучшую оборону в Суперлига? Мы должны найти и вскрыть их слабости. Мы самая забивающая команда. Обе команды тренчин и Тарнавы показывают схожий подход в плане контроля мяча. Какие сложности могут быть? Я верю, что мы лучшие и мы должны победить. Тем более, мы играем дома. Кстати, болельщиков довольно много для Словацкой Лиги. Потому что очень и очень неплохой уровень. Михалик подхватил мяч. Пробил прямо в гущу игроков. Но вот сейчас еще одна атака нашей команды. Алладоя. Проникающая передача Сулейман. Ну, здесь удар заблокировали. Много болельщиков приехало явно притопить за Тарнаву. Там прям слышно их должно быть мощно. Равец на мяча не добирается. Но, видимо, ничего опасного в этой атаке не было. Киркес отдает на Сулеймана. Сулейман движется по центру. И великолепный заброс на Лукаши Летяная. А он может красиво забить. И он это снова делает. Что творит Лукаши Летяная? Ну, эта серия прям... Прям его. Вообще, такие голы забивает сумасшедшие. И в лиге конференции, и в чемпионате просто убегает. И перекинул вратаря. Ну, я не знаю. Эстетский гол вообще. Чтобы так сделать, надо технику иметь там под 19, наверное. Но Летяная без этого справляется. Соперник отвечает стандартам. Но здесь Михалик не доработал. Дал пробить. Повезло, что мимо. Гарсия. Хороший проход по центру. Гаспар. Хороший проход по флангу. Здесь Сулейман, как обычно, отбирает. Кипушевич. Ну, повезло нашим соперникам, что сейчас вратарь у них надежно сыграл. И еще один шанс со стандарта. На этот раз уже у нас Михалик. Поддача. Никто до мяча не добирается. Здесь Алладоя. Алладоя вновь адресует Михалику. И здесь, похоже, что Перекладина сыграла за Тарнау. Так-то вообще 3-0 должны были бы мы вести. Ну, если бы реализовали все опасные моменты. Надо сказать, что все хорошо. Но надо еще прибавить Алладоя. Не получив вторую желтую. Киркес. Пожалуй, он играет недостаточно хорошо. И выглядит напряженным. Купушевич мог бы забить. Тогда вопросы бы все снял. Гарсия с мячом отдает на Оровица. Здесь Алладоя. Заброс отличный. Но, кажется, в офсайде Летинай был. Тем не менее, все в порядке. Купушевич забивает. Но что тут? Нет отмены гола? Нет отмены гола. Значит, 2-0. Все чисто. Мне показалось, что передача на Летинай. Вот здесь мог быть офсайд. Но коснулся ли Летинай мяча? Нет. Нет. Сначала коснулся его Камелла. Так что офсайда нет. И хотя вот... Ну, это как ситуация с голом Решфорда, как мне кажется. Потому что тут даже на офсайд никто и не смотрел. Камелла сам виноват. Опорник Тернавы. За мяч зацепился и позволил себя обезмечить. А тут, как тут, уже и Летинай со своим отбором. Так что надо продолжать. Ладоя хорош в возврате владения. Киркес движется вперед сам. Гаспар на фланг сыграл здесь Сулейман. Гаспар, Купушевич, Летинай. Ну, здесь тоже не было офсайда. Летинай продолжает быть кошмаром для Тернавы. 3-0. Да. Ну, кстати, все странно. У Купушевича вроде забитый мяч. Оценка 6-6. И причем еще и в первом тайме был момент. Сейчас Купушевич голевую отдает. Что оценку должны ему повысить. Причем так серьезно. Очень высокую скорострельность показывает Тренчин. 54-55 минуты стали голевыми. Так. Ну и, естественно, соперник тоже не спит. Соперник атакует. Спартак Тернава. Лучшая оборона лиги, я напоминаю. Али Баба. Боже мой. Тут уже сказочных персонажей каких-то подключает. Тернава и забили они нам. Али Баба. Еще бы 40 разбойников бы выпустили. Тогда вообще был бы просто состав преступления. Но команда у нас не устала. В принципе, мы сейчас выпустим либерала им. Чтобы жизнь медом не казалась. Но в нападении я летинай убирать не хочу. Пока две замены сделаем. Проявить себя во всей красе. Нам это очень нужно. И у Байновича появилось вдохновение. Ну, по голу тут все понятно. Гаспар немножко проспал Али Бабу. Али Баба сделал великолепный прострел. И проспали все Келвина Баотенга. Ну, грех нам, в общем, на что-то жаловаться. Уверенная победа. И смотрите, вот за счет ротации, за счет двойного состава у нас нет игроков, которые сильно вымотались. Ну, то есть это только Гаспар. Вот. А все остальные, в общем-то, целы. И мы побеждаем. Мы, в общем, для чемпионата Словакии себе обеспечиваем просто хороший, комфортный результат. Да, Дунайская среда обыграла Жилину. И, таким образом, они остаются нашим главным преследователем. На 5 очков отстают. Слован отстает еще более серьезно на 8 баллов. Ну, что, друзья, на этом завершаем эту серию. Лукаш Литинай, кстати, не лучший бомбардир лиги. Его на 2 гола опережает Борис Крстич. Но это дело наживное. Надеюсь, что вы поставите этому видео палец вверх. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну, и будете ждать новых серий. Кстати, много интересного и в Телеграм-канале, и в группе ВК. Ссылочка на них под видео. Поэтому рекомендую заглянуть туда тоже. И везде подписаться. Всем большое спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго и хорошего. Удачи и пока-пока-пока. Пока.